Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет новый формат, мы будем общаться в формате подкаста Живое такое лайф-общение с Сеней и Мишей Обсудим сегодня Na'Vi чемпионство, нынешние турниры Обсудим некий скандал небольшой с Pro100 Обсудим, что вообще происходит в мире киберспорта, куда все движется Короче, надеюсь, будет интересно, так что погнали Если вам нужно будет работать с Даней Девсон А шо там? То съевайте нахер, это вам мой совет Делали, по нашему мнению, много всего Ты бы не хотел открыть свою контору и Айвана защитить? Кстати, неплохая затея Там большими буквами написано Айван Прическа модненькая, смотри, такой Валва не следит за сценой А что это, мать, тут вашу происходит сейчас? Я немножко соскучился по этому занятию Те, у кого есть телефон Валва, так это вот они как раз Ну раз вы такие, мы вас вообще уберем Многие в комментарии писали Попробовать формат подкаста Когда вот такое живое общение Потому что тем более я Часто неудержим, хочу как бы Перебить собеседника, о чем-то поговорить В диалог вступить И скажем так Думаю, что может быть это будет более Как бы интересным, более правильным Таким форматом Вот мы решили тестовый, скажем, тестовый вариант проверить У нас с нами как бы Сеня из блатных У нас Миша Кейн, как бы Все наши И сегодня мы, ребята, поговорим Вообще давайте поболтаем просто обо всем О том, что происходит Как вы живете для начала, да? Как ваша жизнь? И потом, что происходит в мире киберспорта Куда мы движемся? Куда мы катимся? И вообще как бы Нахрена это все надо? Слушай, да, блин, комьюнити следит Все все знают Это ты, может, с Мишей, да, реже Меня где-то лицезреешь А так Все, кто смотрят матчи Na'Vi Видят меня часто За микрофоном Комментирую Вот, собственно, завтра еду В студию Майнкаст Котовице комментировать Начинается очень серьезный турнир И так-то, да Стримлю каждый день В обед Дабы вечер освобождать Потому что вечером И пойти куда-то хочется И с ребенком надо время проводить Поэтому, ну, так Ничего особенного Ну, а ты, Мишаня, куда пропал? Сеня, действительно Сеню как-то видно больше, да? То есть он всегда на покажем Миша был аналитиком И куда-то пропал Да, то есть как бы Я даже, честно Я вспомнил, что я еще тренером был И я немножко соскучился По этому занятию Вот Я не думал, что Допустим, на этом стриме Ты знаешь, как Можно как анонсировать Что сейчас я тренирую команду Молодую Ребят Наших украинских Это не лайф, Миша Это не стрим Это запись Это не лайф Мы тут Да, все нормально А, можно вырезать, да? Ну, естественно Можно подправить Нет, ну вот С ребятами тренируемся Я не знаю Мы работаем уже где-то Месяца два с половиной Три И вот Чемпионат Украины проводится Мы вышли в финальную стадию С четырех команд Будем играть За чемпионат А что за команда? Это ЕЦА Киев, что ли? Нет, не ЕЦА Киев Зе Инкас называется Не слышал Ты еще нас услышишь? Нет, ну надеюсь, что мы выиграем Чемпионат Украины И ты, конечно же, тогда услышишь А кто из ваших главных конкурентов? Кто сегодня? Нави, надеюсь, играешь? Или они не украинская команда? Нави, это... Нет, не украинская команда А, Академия Нави Нави Академия тоже не участвует Она, кстати, я так понимаю Из последних новостей У нас, из наших соперников Это Project X Ага Ну, удачи вам Сколько первое место там? Я не помню По-моему, 150 тысяч гривен 150 тысяч гривен Ну, ты еще, он как старый Ага Нет, нормально Когда мы играли, такие были призовые Получается, ты тренируешь, короче, команду И сколько ты уже вместе играете? Я же сказал Ребята вообще, может быть, играть Может, там Основной костяк, может, чуть дольше Может, месяца 4-5 Но так, вообще, месяца 3 Где-то с декабря С декабря и вот Февраль сейчас заканчивается Какие цели у команды На этот год? Ну, мне хотелось бы, чтобы мы стабильно Начали играть просто на HLTV И это Этого уже будет немало Как-то так Это, чтобы играть на HLTV Это по сколько надо В топ-по сколько Ну, я думаю, что надо входить Там в топ-30 Топ-50 Ну, то есть Где-то между 30 и топ-50 Такого плана Все мы знаем, что нас ждет В ближайшее время Турнир ИМ Котовица Это будет крутой турнир Где будет много Вообще жестких команд Мы помним прекрасно Кто выиграл последний турнир Это наши парни Из NAVI Болеем за них Считаем, что они имеют Лучшие шансы Все за вас болеют Вы реально сейчас круто играете Вы большие молодцы Ну, и также я хотел вам показать Что я постоянно делаю ставки Не все ставки я вам показываю Вот сейчас вы видите Те ставки, которые я делал До этого Результат у меня достаточно неплохой У меня коэффициент побед 80 на 20 Поэтому вы можете Доверять Дане Зевсу И реально Сейчас вы видите Какие у нас были результаты Какие мы делали крутые ставки Вообще, на самом деле Хочу сказать, что произошла недавно Очень крутая Большая новость Амбассадором париматч Новым стал Всеми известный Многократный чемпион мира Лучший игрок мира Дважды он становился Это Это колд зеро, ребята Это просто очень крутая новость Легенда просто Контрстрайка Я считаю, что париматч Просто большие молодцы Что они так врываются Круто в киберспорт Я знаю, что еще будет много Классных событий Поэтому будьте на связи Следите Естественно, вы послушали Даню Зевса И подумали Даня, Даня, где же теперь делать ставки Что нам делать Переходите по ссылке Которые в прикрепленном комментарии Получайте 100% Бонусы к депозиту Ставите ставки По советам лучших Профессиональных игроков И выигрывайте огромные бабки Ну, я так понимаю Что нам нужно По-любасу обсудить Команду Na'Vi Их победу На последнем турнире И вообще Как бы Мой комментарий Хотел сказать Что Вы знаете Они проиграли В прошлом году В конце были два турнира В декабре То есть Перед Новым годом По-моему, был 15-го числа И, по-моему, 20-го Ну, вот этих числах Они заняли Второе место По-моему, на одном из турниров На другом Не помню, как выступили Но вот это второе место Было очень обидно Им там вообще Чуть-чуть не хватило И вообще Как бы они Были много вторыми В прошлом году И когда И в Симпл Получил Также второе место Да, то есть Хотя Мнение разделилось Да, там Многие считали Что он незаслуженно Мы сейчас Это можем Тоже, кстати, обсудить Но Когда Я Хотел взять У Симпла интервью Я ему написал Да И Как бы Мы начали общаться И до что Он так себя повел Вот это Вот прям Почувствовало Что, типа Чувак Как бы Я Кто ты такой Кто ты такой Давай, до свидания Но Главное Твой посыл был такой Что я, типа Жестко, типа Сейчас тренируюсь Реально Хотя Это мы Я ему написал Там Может там Четвертого Или пятого Ядваря Ну, когда еще Праздники Такие в разгаре Были, знаешь Вот И Он сказал Что я жестко Тренируюсь Типа Я не хочу Ни на что Отвлекаться И меня это Как-то Я как-то Обратил на это Внимание Я подумал Что, блин Чуваки Реально Сейчас все отдыхают Команды Отмечают Особенно Наверное Французы Эти Которые Были первыми Как бы Повыигрывали Сейчас Висят А ребята Как бы Начали Рано Тренироваться И Симпл Начал Мога Тренироваться Раньше Ну и Вот Результат Налицо Выигранный Турнир И сейчас Все-таки Команда Мне кажется Которая Претендует На топ-1 Я не вижу Пока что Ну Фейзи Там Как-то Поборолись Там Вообще Я не вижу Команды Которая Прямо Была бы Сильнее На сегодняшний Момент Я бы сказал Знаешь Для меня Показательный Момент Это был Когда Нави Выиграли Этот турнир В этом году Когда Саня Заплакал На После Мочевом Интервью То есть Допустим Пример Твой С интервью Это Просто Для него Мы же С ним Играли Для него Ничего Не имеет Значения Кроме Победы То есть Единственное Что имеет Значение Это Победы То есть Для него Он все И делает Эти Слезы Как бы Ну Не знаю Я честно Говорю За него Искренне Рад Что Я думал Ты тоже Плакать Это было Мое Слово Плакать Я не стал Но Порадоваться Так Хотелось Присоединиться Как Долгожданной Победе А так Лично Мне Знаешь Многие Там Говорили Насчет Того Что Нави Есть Симпл Там Есть Электроник Но Ребята Не дотягивает Но Мне Сейчас Нави С индивидуальной Точки Зрения Симпатизирует Больше Всех Остальных Команд То есть Мое Личное Мнение Что Сейчас По Индивидуальному Уровню Игроков Как Бо Они Номер Один Однозначно Но Я могу Обратить Еще Внимание Что На Турнире Которым Они Выиграли Показали Какую Такую Но На том Турнире Он Играл Вообще Именно Идеально Мне Так Показалось А Бумыч Бумыч Очень Сильно Выделялся На Турнире Бумыч Прямо Громил Бумыч Бумыч Был Нестабильным А На Турнире Он Собрался Другие Ребята Особенно Элик И Саня Они Знаешь Они Играют Всегда Хорошо Просто Иногда Гипер Круто Когда Присоединилась Команда Они Конечно Ну Вообще Просто Стали Машиной Сен Ну Ты Комментируешь Часто Их Матч Что Ты Скажешь Вы Все Говорите Классно Правильно Но У меня Закрадывается Такой Вопрос Надолго Ли Потому Что Помнится Мне И В вашем Составе Когда Ты Тренировал Ты И По Моему В этом Новом Составе Были Моменты Когда Ну Тоже Смотрелись Круто В хорошей Форме А потом Вот Что-то Вот Даже Я Как Аналитикс Делаю Какие-то Видосы И Смотрю Нави С кем-то Играю Думаю Оп Но Там Сильнее Там Сильнее А Они Просто Начинают Какой-то Свой Чемпионат Очередной Какую-то Игру И Вообще Играют Как-то Ну Совсем Не Так И В итоге Опять Начинается Спад Надолго Ли Они В этой Оптимальной Форме Или Все-таки Это Такое Знаешь Посветление Такое Которое Мы Уже Видели То есть Хотелось Было Знаешь Чтобы Наконец Была Доминация Ну Хотя Бы Месяца Три Хотя Б Полгодика Лучше Ну Полгодика Это Вообще Идеально Это Там Ликвиды Так Доминировали Последний Раз Астралис Помните Была Прям Целая Эпоха Там Год Полтора Потом Ликвид Перехватили Инициативу На полгода И вот Как бы Вот Потом Опять Астралис А вот Нави Как бы Не было Мы можем Банально Порассуждать На тему Того Что Во-первых Цели Я думаю Что у ребят Точно не была Цель Выиграть Один Турнир Потому Что Они Голодные Они Натерпевшиеся Что Симпл Проиграл Два Финала Мейджора Что Ребята Проигрывали Мейджор Да То есть Финалы Что Просто Как бы Быть Постоянно Вторыми Что Когда Мы Были Еще С Мишей Когда Они После Нас Они То есть Это Желание Стать Первым Я думаю Оно Не сконцентрировано На победе На одном Турнире Они Реально Хотели Стать И хотят Стать Лучшей Командой Мира И закрепиться Вот Пойти В историю Это Чувствуется Но Соблазн Побед Денег Славы И Возраста Он Часто Конечно Не Дает Такой Знаешь Как бы Холоднокровный Такого Размеренных Тренировок В которых Надо Как бы Не тусить Гулять И отмечать Победы А продолжать Даши Тренироваться Потому что Турниров Много Турниры Постоянно Ну И вот Это Их Может Сломать Но Мне кажется Знаете Мне кажется Они Нагулялись Это У вас Это Было Вы Были Даже Эдвард В интервью Каком-то Говорил По-моему Тебе Он Давал Что Вы Были В Хорошей Форме Там Где-то В Америке И вот Надо Было Еще Дальше Тренироваться А вы Короче Пошли Там И Подзабили Немножко И потусили Да Вот Может Сейчас Опять Будут Повторять Я думаю Что Такого Повторения Не будет Как Минимум По той Причине Что В Нави Есть Шестой Игрок Бит Который Играет Лишь Одну Карту Инферно А Показывает Он Очень Крутую Игру И То Что Ему Хочется Играть Больше Чем Одну Карту Это 100% Мы Увидели Пример Того Бубски Который Играет Только Нюкс Астралис Он Просит Отпустите Дайте Поиграть Поэтому Игроку Всегда Лишь Одной Карты Ему Недостаточно Потому Что Он И в Команде Не Играет И Здесь Играет Только Одну Карту То Это Как Минимум Дополнительный Стимул Не Расслабляться Потому Что Это Такое Давление Симпл Который Никогда Не Расслабляется И Соответственно Другие Игроки Понимают Что Мне Хочется Держать Это Идеальная Модель Я Б Хотел Играть Одну Карту Ну Да В Тридцатку Уже Как бы Попроще А В 40 Одну сторону Закатал Знаешь И Все Ребята Я Держать Эту Карту Десяточку Свою Получил Ребята Ну Вы Правы Да И Я Скажу Что Опять Так Я Тоже Присоединюсь К Мишиным Словам Что Мне Тоже Кажется Что Я Не Говорю О Что Небудь По Любому Первыми Но Мне Кажется У Них Есть Такое Желание Они Будут К Стремиться Это Во-первых Во-вторых Ребят А Кто Должен Обыгрывать На Вот На Сегодняшний День Мне Кажется Что Даже Не Астралис И Виталити Кстати То Виталити Там Спад Из Апекса Будет Стопроцентный Как Мне Кажется Ну Я Тоже Так Думаю И Невера Им Все Таки Не Слишком Сильно Решал И Капитана Как Мотиватор То есть Это Было Видно А Астралис Вот Непонятно Если Честно Они Как Бы Видно Что Явно В ту Форму Свою Пиковую Не Вернуться Но Они Все Таки То есть Они Знаешь Перевратились В таких Если Ты Помнишь Каких Таких В наше Время Шведы Которых Если Ты Играешь Жестко На Пике Ты Их Обыгрываешь Но Только Ты Даешь Слабину Они Тебя На Опы Переезжают Я бы Сказал Что Они Превратились В Нави Вторая Половина 2012 Года И так Далее Когда Есть ВЦ Финал Проиграли Заняли Второе Место По Мой Скаги Хотя Вы Вели 12 И Когда Полякам Проиграли Финал Да Уже Помнишь Да Ты Уверенная Команда Которая Типа Если Типы Жестко Играет И Они Обыгрывают Но Если Типы Как Б Средне Топовые Ну Мне Кажется Что Они Свою Это Первое Место Так У них Такой Был Длинный Трип Они Столько Забрали Все Что Можно Просто Выиграли Даже Больше Сколько Они Мажоров 5 Подряд Выиграли 4 4 Да То есть Как бы Я На Них Вообще Ставку Не Дел То есть Можно Было Еще Сказать Про Виталити Действительно Но Из-за Апекса Как Б Я Не Верю Что Они Пойдут Астралис Нет Другие Команды Я Не Знаю Миша 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 Мне Нравится Комплексити Они В прошлом Году Имели Очень Хорошую Форму И Если Б Не Уход Игрока Они Могли Бороться В Топ 5 Мира Бороться За Что Больше Сейчас Они Начинают Сыгрываться Начинают Показывать Неплохие Результаты Когда ты Говоришь Кто Должен Обыгрывать Нави Мое Мнение Что Нави Сейчас Самый Сильный Кто Может Их Обыгрывать Один Из Вариантов Это Комплексити Второй Вариант Г2 Которых Мы Так Еще Не Увидели Ника Так Он Хотел Прийти И Мы Хотели Увидеть Два Не Нравится Обычная Моя Позиция Стандартная Это То Что Ника Просто Игрок Который Просто Тянет На себя Одеяло Мне Кажется То есть Он Такой Чувак Который Знаешь Очень Амбициозный И Порой Это Всю Команду Перекрывает Но Вроде Как Тут Он Типа Слушает Такой Послушный Ника Там Пришел Команду Просто Играет Но Капитан В команде G2 Вот Насколько Хорош Nexo Мне кажется Что Ну Когда Ты Конкурируешь Знаешь Уже С Na'Vi Vitality И остальными Как бы Явно Не хватает Пока Nexo Не знаю Они столько Инвестировали Если бы Они считали Что не хватает Мне кажется Они бы Могли бы И его Поменять Ну К этому Может И придет В любом Случше Ты так Про Ника Сказал Но Я думаю Что Ни одна Команда В мире Не отказалась В составе Он просто Он Сколько Времени Он входит В топ 5 Сколько ему лет Сколько Ника лет Он же молодой Мне кажется Это ошибка Знаешь Они Нет Я понимаю Он жесткий Он ставит Просто нереально Но он собой Перекрывает Остальных То есть Он как будто Подпитывается Своими тиммейтами Это такой Знаешь Специфический Тип игроков Которые Вот Реально Играют Жестко Но Что-то При этом Команда Проигрывает Если посмотреть Просто историю Ника Его команд Последние Три-четыре года Он ебал Что-то команда Ну там Максимум Туб 5 Не Ну почему Может быть Он попал Как раз В ту команду Которую Сейчас Они будут Все-таки Начнут Ну по-моему Молодой Ну сколько Там 23 23 23 23 года То есть Это как раз Это лучшее время Для игрока Я считаю Я еще могу Сказать Почему Нави Имеет Хороший шанс Сейчас Закрепиться И стать Лучшей командой Мира Имеет Потом Такую Знаешь Быть на дистанции Потому что Я помню себя И вот Вспомним Мы как раз В этом 10 лет назад Сколько тебе было Даже 10-11 лет назад 21-22 21-22 Ну это вот Возраст Нави игроков Сейчас средний Это возраст Сейчас вообще Планка выросла Сейчас И в 30 Сейчас уже 25 старый Ты понимаешь Ты закачивал В 30 Вроде как Старый А тут 25 уже Я согласен Все игроки 20-21 Я с тобой Согласен Вы будете Сейчас Роклить Секунду Перебью Сегодня Делал Влог Про команду Фейс Смотрю Возраст Игроков И мне кажется Что Твисту Ну лет 25 Уже 26 А ему Оказывается 21 А он уже Короче Как будто Ну такой Знаешь В Ликвид Отыграл Еще в тех Там Ну то есть Доминировал То есть Короче Очень жестко Как будто У него там Опыта И вагоны Маленькая Тележка А ему Всего 21 Ну он кстати Очень сильно Ставил По-моему Да То есть Как бы Хорошую Угру Показывал Знаешь Это тот Возраст Когда Есть у тебя Уже Получается Опыт Уже Такой Большой Опыт Хороший Родство Ночами Энергия Как бы Играть Там Больше Чем Как бы Остальные То есть У тебя Есть еще Короче Запас Вот Какого-то Вот Знаешь Подростка Такого Как бы Ты же Играл Против Нико Тебе Никогда Не казалось Что Чего-то Не хватает Не знаю То ли Ему То Либо Команде Ну Как бы Он Реально Играл И играет Играл Точно На уровне Симпла Или Там Зава Просто Мега Топовый Игрок Но Его Команда При этом Вообще Ничего Не выигрывала Там Какие-то Одинокие Турниры Ты знаешь На самом деле Нико Тоже Как бы Не могу Скоро Что Он Всегда Показывал Супер Игру Но Вопрос Команды Понимаешь Ну Взять Там Тех Я же Не знаю То есть Что Что Ты Этим Хочешь Сказать Что Типа Проблема В Нико Потому что Постоянная проблема Просто Если мы Вспомним Они Все время Играли Замены Все время Играли Вчетвером То есть Потом Когда Они Заменили Керриган Они Там С пятым Не могли Прелиться Очень Долго Уходил Олаф Мейстер Просто Он Оказался В такой Команде У которой Постоянно Проблема То есть Винить Прям Ника В этом Там Все Хотели Чего-то От Фейс Нико Я Не могу Тянуть Проблем Другие Не знаю Посмотрим Ну что Будет интересно На самом Деле Как бы Все Меняется Ничто Не стоит На месте Круто Что Наша Команда Как бы Родная С которой Мы Как бы Связаны Идет Вперед И реально Имеет Возможность Быть Лучшей Командой Мира На протяжении Какого-то Времени Какого Они Наверное В первую Чуть Сами Захотят Также Есть Другие Команды Которые Сделали Замены Все Гонка Продолжается Давайте Дальше Давайте Дальше Давайте Поговорим Будет Сейчас Турнир Котовицы По-моему Завтра Начинается Это Первый Турнир Офлайн Да Который Спустя Долгое Время Первый Турнир Как он Будет Проходить Там Будет Только Заполнено 50% Зрителей Или Как Это Будет Или Там Вообще Не Будет Зрители А Давать На месте Типа В этом Идея Правильно По-моему Так Планировались Планировалось Но я Если честно По-моему Котовицы В онлайне Проходят По-моему Это В онлайне Все Написали Все Еще В онлайне Нет Все Еще В онлайне Да Хотели Они Но По-моему Они Так И Не Договорились Первый Турнир Офлайн Мальта Будет На Мальте По-моему ESL Пролига Вот Пандемия Куда Ведет Киберспорт Вообще Что Что Творится Ваше Мнение Да Киберспорту Это Вообще Никак Не Помешало Мне Кажется Есть Конечно Какие-то Проседания В плане Заполненности Стадионов На которых Турнирные Операторы Зарабатывают Билеты Не продаются Не продается Атрибутика При этом Все ушло В онлайн Все смотрят Онлайн Хотя Важность Конечно Каждого Турнира Она Потеряла Онлайн А эмоции Вот эти Крики На сцене Вот эти Слезы Я могу сказать Так Что Первый Лан Турнир Со зрителями Он Разрыв Просто Он Реально Разорвет Пандемия Все равно Негативно Сказалась На Всем И Конечно Люди Меньше Покупают Люди Меньше Тратят И Все Это Сказывается На Киберспорт Но Призовые Увеличиваются Я Когда Вижу Знаете Как Будет Сейчас Будут Турниры Там Что-то Лишов Вот Нави Выиграли 600 Тысяч Долларов Да Мне Сказали Что Сейчас Будет Турнир Призовым 5 Миллион Долларов Какой-то Или Вот Был Или Будет Они Сейчас Играют Тот же Будет Да Ну То То Смотри Призовые Как Меньше Не Становятся То То Есть Призовые Да Значит Как Это Призовые Для Ты Понимаешь Для Узкого Если Оценивать Если Оценивать Как Бо Общую Сцену Да То 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 И Количество Инвестиций Которые В них Приходят То Турниры Для Небольших Команд То То Они Гораздо Сильнее Сокращаются Вот С этой Точки Зарения Можно Посмотреть Поэтому Я Думаю Что После Кризиса Всегда Идет Подъем И Я Думаю Что Когда Карантин Закончится Я Думаю Что Точно Так Будет Подъем И В Нашей Сфере Да Что Ты Хотел Сказать По Нави Академии Нави Академии Что Это Просто Опять На Тему Возраст Это То Что Ребята Распустили Свой Состав Вот Они Тренировались Тренировались Вырастили Бита Что Уже Неплохо Да Оставили Монози И Набрали Еще Множество Молодых Игроков Которым Лет По 17 До 18 Лет Ты Понимаешь Уже Как бы Получается Тем Кому По 20 21 Они Уже Для Них Считается Старыми Для Академии Уже И Идите Ребятки На Свободное Плавание На На самом Деле Мне Интересно Было Нави Академия Показывали Хороший Прогресс Но В итоге Лишь Один Бит Оказался Пристроен Ну Вопрос У них Как бы Вся Команды Хорошо Играла Я Не знаю Почему Они Распустили Если честно Как бы Вообще Непонятный Этот Фактор То есть Какой Ну Посчитали Что Там Те Игроки Звездами Не станут У них У них Тоже Понимаешь Ориентир На Нави Чемпионов Мира Да В данный Момент То есть Это Просто Хорошие Игроки Не годятся Да Ну А что Еще Обсудим Какие Еще У нас Есть Там Просто Давай Просто Обсудим Да Скандальщик Ну Давайте Что За Скандальщик Договорят С этим Зевса Невозможно Работать Хотя Работали Если Вам Нужно Будет Работать С Дани Зевсон То Съёвайте Нахер Это Вам Мой Совет Айван Ну Я Могу Сказать Сделать Комментарий Это Выглядит Смешно Но Конечно Камушек В огород Вот А что ты так Сжёшь А что ты так Сжёшь А тебя так Завидел Смотри Прям Как Нравится А что Ты хотела Дать совет Да Правильно Слушайтесь Его Совета Ты думал Я так Прокомментировали Что Ну Как Что Ты скажешь Не Ну Как Отшучиваться Ну Ситуация Бы Такая Что С нами Связался Этот блогер Который Выпустил Это видео Сергей У нас был С ним Кол Он Как бы Послал За вопросы Как бы Там Около Десяти Вот Которые Были Жалобы Мы Ответили Письменно На все Вопросы И Там Были Некие Моменты Которые Связаны Там С Зарплатами Которые Были Не Выплачены Или С Какими Там Штрафами Мы Спросили Во-первых На чем Он Основывается Да То есть Выпускает Этот материал Если У него Какие-то Пруфы Подтверждение Контрактов Там Еще Что-то Он Сказал Что У него Ничего Нету Мы Сказали Как Ты Можешь Делать Какое-то Расследование Какое-то Выпускать Видео Если Тебя Нет Ни Одних Контрактов Он Сказал Что У меня Есть Комментарии Игроков Я Хочу Сделать Шоу Хорошее То есть Я Сидел На Контракте Мне Последние Два Месяца Не Заплатили Если Чего В Простой Если Чего Ваш Хваленый Зевс Еще И Не Играл Типа Все Дела И Типа У меня Он Говорил Типа Там У других Типа Людей Что-то Были Проблемы У меня Слава Богу Типа Не Было Я Хотел Типа Вырезать Клип И Просто Написать Ну Повезло Типа Там Была Такая Ситуация Что Мы Поговорили С Менеджером По Поводу Того Что Чтобы Он Посмотрел Выплачены Или Были Там Зарплаты Все Посмотрел Пруфы Посмотрел Контракты На Что Он Посмотрел У нас В принципе Все Вопросы Решены Кроме Одного Момента То Который С Вадимом Я Прокомментирую И С Фларичем И Мы Просто Как бы Могли Показать Эти Контракты Могли Показать Эти Пункты И На них Солазь И Все Было Было Замято И По Показывать Коммерческие Какие-то Моменты Контракты Я считаю Это Просто Неправильно А Интернете Ходит Грязи Много По Существу По Факту Понятно Что Дыма Без Огня Не Бывает Это Правда И Понятно Что Где-то Были Какие-то С нашей Стороны Косяки Опять За 20 Лет Все В Кибер Спорте Или За По Краймель 5 Лет Прост Может Были Какие-то Допущенные Ошибки Но Могу Сказать Так У нас Были Контракты Которые Были Взяты Как С лучших Профессиональных Команд И Когда Прошло Время Я Допустим Как Управляющий Понял Что Не Нужно Было Именно В Такие Подписывать Контракты Ну К примеру Если Взять Другие Организации У них Подписаны Призовые Делятся Организации 50 на 50 Там Стикеры Делятся В сторону Организации Большую часть У нас Были Взяты Контракты 90 на 10 То есть 90 шло Игрокам 10 организаций Это Неправильная Модель Но Она Была Такой Стикеры Шли Им Да Ребята Просто Не попали На Минор Они Были Не Они Не Попали На Минор Но Это Как Б Уже В Чем Ну То Мы Со Тренировочная База На Протяжении Всех Знаешь Когда Вот Сейчас Приезжают Команды У них Тренировочная База Снимается На Какое То Время У них Была На Кружевый Год У них Был Там Повар У них Была Мы Старались Медийку Сделали Мы Как Был Делали По Нашему Мнению Много Всего Да И Конечно Когда Молодые Ребята Косячат Когда Они Не Выполняют Дисциплину Когда Происходили Какие То Расклады Они Получали Какие То Штраф Это В Принципе Нормально Потому Что Мы Платим Мы Вкладываем Мы Требуем Ну Как Любым Молодым Ребятам Это Не Нравится И Они Как Б Этому Недовольны Собственно Говоря Я Думаю Что Частично Как Б Я Понимаю Все Мы Были Малыми И Смотри Тут Один Момент Который Глобально Все Это Скажем Так На это Все Негативно Влияет Это Когда Игрок Получает Предложение От другой Организации И Он Хочет Уйти Но При этом За него Выставляют Цену И В итоге Организации Между собой Договориться Не могут Но Игрок Ментально Он Уже Как Б Не Может Играть Как Он Должен Поступать Как Ты Думаешь Не Профессионализм Просто И Все Как Заставить Игрока Который Остался Играть Представь В футболе Играет Месси Приходит Другая Организация Клуб Команд И говорит Мы Хотим Купить Месси Он На рынке 100 Миллионов А мы Хотим Купить За 20 Месси Так Если Не буду Я Уйду Продавайте Ну Собственно Говоря Примерно Вот Такие Происходят Ситуации Часто И Как Быть В таких Ситуациях Ты Знаете Я Я тебе Объясню Когда У нас Была Похожая Ситуация Кстати Сейчас По поводу Вадима Хочу Сказать Тоже Комментарий До Того Перед Тем Как Мы Будем Это Обсуждать Что Там Был Там Есть Нерегулированный Вопрос Потому Что Был Некий Конфликт Был Как Б Спорный Момент Но Мы Этот Вопрос Он Решаем То Есть Он Решается Он Будет Решен Полностью В Течении Какого То Времени Просто Говорю Что Была Ситуация Но Если Как Спросить Того Же Вадима Он Не Комментировал Этот Момент Потому Что Мы Понимали Что Обе Стороны Где То Были Неправы И Надо Просто Прийти К Общему Знаменателю Что Касается Что Касается О чем Говоришь Ты То После Того Когда Были Такие Похожие Моменты Да Они Были Были Действительно Сплывали И Я Сталкивался С Такой Ситуацией Когда У Нас Турнир Допустим Через Две Недели Важный Отборочный Я Помню Через Три Недели Был Турнир Организация А ты Понимаешь Что Ты За Эти Деньги Мало Того Что Ты Не Заработаешь С Продажи Игрока Но Ты Не Возьмешь Даже Достойную Замену Потому Что Все Игроки На Рынке Готовятся К Турниру Либо Это Отборочный Мажор Либо Это Минору Либо Это Чемпионат Какой Там Я Помню Там Был В Китай Или Еще Что И Конечно Ты Не Можешь Как Б Пойти Вроде Как Б Организация Понятно Хочет Как Б Нормальная И Мы Своей Страны Хотели Всегда Сделать Так Чтобы И Мы Как Бизнес Модель Для Нас Это Было Выгодно В Организация Зарабатывает Но Страдает Шагмент И Команда Потому Что Они Теряют Угрока Им Придет Новый Игрок Надо Опять Заново Тренироваться У них Турнир У них Дезмораль Жесткая В этот Момент То Они Хотят Когда Они Забирают Сильного Игрока Они Хотят Чтобы У них Замена Была Не Хуже Если Не Будешь Пахать С Утро До Вечера Все Период Вот Мы К этому Пришли Я Считаю Это Один Из Правильных Таких Способов Когда Будет Период В котором Трансферное Окно Короче То Мы Обсуждали После Минора Вот Сыграли Минор Есть Там Месяц После Него Когда Все Команды Могут Ну Это Тир Три Допустим Тир 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 И Есть Время Когда Вы Можете И Идут Предложения Обсуждаются Идут Как бы Идет Контакт Идут Навстречу Вот В этот Период И все Были С этим Согласны Я Считаю Это Более Менее Нормальный Как бы Вариант Вот Как бы К этому Пришли А Когда Тебе Как бы Понимаете Ну Мы Сталкивались Ситуации Когда За счет Того Что Игрок Хочет Уйти Он Манипулировал Этим Да И Реально В первую очередь Любит Себя Родного Любимого И хочет Как бы Позаботиться О себе Ну Как бы Вот такая Вот Ментальность Ну То есть Ты предлагаешь То Чтобы Игрок Сам Как бы Оставался Профессионалом Говорит Ребята Договаривайтесь С моей Организацией Безусловно Не договоритесь Я играю Дальше Безусловно Я вам Честно Скажу Мы Как вы Знаете У нас Были Другие Трансферы Игроков И Достаточно Успешные И Сегодняшний День Там Я Киндер Играет В Иртус Про Которая Топ 10 Команды Мира Была Или Является Сколько Топ 5 Сегодня Топ 5 Команда Мира Да И Я очень Рад Я Очень Рад Это Мне Я Знал Что Талантливый Игрок Он Ни Разу Ни Разу Не 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 Былось Никаких Такая Ситуация Вообще Я считаю Честно А я Не Хочу Никаким Случаем Говорить Что То Плохое Наоборот Я Хочу Вспоминать Всегда Хорошее Потому Что Если Я За Свои 20 Лет Играя В Десятках Организаций Вспоминал Какие Мелочные Вещи Когда Что Не Вовремя Выплатили Или Когда Были Разности Были И Реально Конфликтные Моменты Когда Можно Это Было Все Раздувать То Это Была Была Какая То Каша Я Считаю Это Неправильно И Хочу Сказать Что Вот По Семьбе По Тем Игрокам Которые Целеустремленно Идут Вперед Они Понимают Что Что То Как Бы Не Получается Но Это Процесс И Нужно Просто Проходить Вперед И И И И К Своей Цели И Вот Я Киндер Это Тебе Доверяю Просто Чувак Я Хочу Как Блин У меня Есть Мечта Я Хочу Стать Крутым Игроком И Хочу Ити Вперед Я Ему Сказал Чувак Я Тебе Постараюсь Помочь Максимально Блин Так И Ставят За И Ставили И Просто Тут Как Биртус Про Заинтересовались Это Топ Два Команда В СНГ У них Как Бо Есть Деньги Ты Назвал Сумму Точнее Там Ваш Цэо И Вы Договорились Как Бо А Если Бо Его Например Там Ну Те же Спирит Или Какие Другие То Ребята Там Тоже При Деньгах Но Попроще Спирит Хотя Люди Подписывают Контракты В них Если Они Хотят Чтобы Бо Аут Был Какой То Определенный Они Должны Этот Вопрос Проговаривать Если Они Не Обсудили Не Проговорили То Мне кажется Организация Имеет Право Выставлять Любые Бо Аут Потому Что У них Есть Контракт Который Человек Должен Конечно Ребята Мы Не Должны Забывать Бизнес Модель У нас Были Контракты Когда Сумма Вообще Не Указана Были Вопрос А почему Суммы Нет Ну Вот Так На Договорной Типа Захотели Договорились Захотели Не Договорились Может Быть Почему У нас Стояли Не Маленькие Боя Потому Что Я Лично Был В ситуации В Шестнадцатом Году Когда В Контрактах Я Видел Это Связано Было С Казахами Когда Мы Играли В Пошел Конфликт Интересов Причем Жесткий Потому Пришли Другие Люди И Просто Увидели Что Эта Команда Стоит Сегодня Дешевле По Контракту А Контракт Это Более Формальностью Потому Что Там Были Человеческие Договоренности И Они Просто Хотели Воспользоваться Вот Этими Контрактами Было Каждого Выкупить По Одессе Каждого Можно Было Выкупить Дешевле Команда На Рынке Стоила В Разы Дороже И Мы Это Учитывали Когда Подписывали Контракты Конечно Чтобы Не Было Такой Ситуации Я Не Хочу Здесь Вдаваться В Подробности Но Мне Кажется Ребят Миша Прав Игрок Подписывают Но Это Все Тебе Платят Зарплату Ты Не Думаешь Еще Не Говоря О том Как Выступает Команда Хорошо Выступает Плохо Мы Знаем Сколько Было Тяжелых Игр У Ребят Они Не Думают О том Они Хотят Вовремя Получать Свою Зарплату Они Хотят Чтобы Для У них Все Было Круто В Этой Жизни И В Команде И Поэтому Их Ничего Не Колыш Правильно А Тут Понятно Что Ты Молодой Игрок Ты Играешь Ты Не Выигрываешь Чемпионаты Которые Ты Хотел Выиграть Мечтаешь И Тут Тебе Приходят И Говорят Чувак А Сколько Ты Получаешь Там Зарплату Тысячу Долларов А Давай Мы Тебе Будем Три Давать А Дом Тебе Будем Пять Платить И Ты Будешь Сразу Грать В Команде Которая Будет Выигрывать Ну Любого Такого Игрока Такие Шары Сказка А Поверьте Мне Я Знаю Некоторые Сев Так Рассказывают Что Там Кажется Игрок Что Просто Он В Говне Сегодня А Сейчас Он Переедет В Сказку Новый Мир И Конечно Там Начинается Начинается Расклад Это Да Такое Бывает Я Хотел Спросить А Знаешь Там Какие-то Моменты Писал Но Там Вообще По Мелочи Было Многих Разных Претензий Я Просто Не могу Понятие То Самом Деле Вы Все Эти Вопросы Обговорили Но Ребята Посчитали Что Они Решены Как-то Несправедливо И Они Просто Утоили Это Они Они Не Обращались Не Решали Просто Эти Темы Знаешь На Раз Моему Когда Организация Подумала И Решила На Тему Того Что Надо Менять Состав То Я Приехал В Киев Ребята Тренируются Сидят Латыши Двое Латыши Было На Базе А Киевлян Нет На Базе Идет Тренировочный Процесс Я Говорю Где Почему Уже Давно Тренируются Из Дальше Ребята Были Переведены В Запас У Нас Были Договоренности Что Будут Выполнять Медиа Активности По Контракту У нас Есть Пункт Прописан Мы Имеем Право Пока Ребята Находятся В Запасе Какое То Время Два Три Месяца Не Платить Зарплату Вообще 100% Но Мы Договорились Чтобы Какие Активности Будут Выплачены Может Быть 50% Платили Что Такое Ну Конечно Ничего Не Было Конечно Ребята Считали Наверное Нужным Что Они Правы В Этой Ситуации Что Нужны Все Платить Ну Какие Знаете Вот Такие Вот Примерно Такие Расклады Похожи Поэтому Не знаю Как Здесь Решать Как Правильно Ну Короче В общем Такое Да Это Ребячство В общем Много Собственно Как Я и Думал Там Говорил Меня Ничто Не Остановит То Это Тоже Интересная Фраза Он При этом Так Говорит Так Если Ты Пришел К Этому И Так Говоришь Что Зачем Тогда Это Раздувать Он Посчитал У него Затаилось На самом Деле Ребята Я тоже Хочу Так Сказать Что Обида Это Плохое Чувство Мне кажется Затаилось То Что У него Была Такая Карьера Он Мне кажется Лучше Такие мысли Не держать В голове Я Могу Сказать Что Мне кажется Что Это Неправильные Мысли В принципе И мы Не сделали Чего-то Такого Важного Плохого Как Там Кажется Кому-то Что Нужно На это Ссылаться Можно Всегда Знаешь Может быть Есть Другие Причины Знаешь Нужно Поискать Их Себе В первую Очередь Чем Как Бо Искать Их Вокруг И Обвинять Тем Более Как Б Опять Так Еще Максимально Свои Условия И Старались Реально Сделать Если Говорить Про Даже Отношение Человеческое Которое Было У меня То есть Был Еще Став Менеджеры Сео Которые В организации То Я Всегда Был На защите Игроков Просто Не знаю У меня Как-то Ментально Так Было Я Игрок Сам По Себе Я Старался Всегда Во Все Их Защитить Хотя Косяков Ментальность Что Все Виноваты Я Ни Причем Как-бы Надо Поискать Как-бы Вокруг Виновных Ну Не Просто Когда Я Был Пару Месяцев Тренером Простой Могу Сказать Что Тот Айван Он Был Одним Из Лучших Игроков То Есть В плане Аима Стрельбы Он Фларыч И Киндер Это Были Супер Игроки Его Теперь Я Сейчас В титере Задал Вопрос Мне Вот Интересно Ну Там Было Решено Посадить На Банку Они С Кензером Сидели В запасе Там Все равно Контракты Закончились Рано Или Поздно Почему Он Сейчас Не В команде Какой Либо Как Б Это Хороший Вопрос Сеня Это Очень Хороший Вопрос Я Хотел Сказать По Примеру Того Что Был Был Так Мы Мы С Хоббитом Очень Хорошо Общаемся Дружим И Он Ко Мне Обратился С Такой Ситуацией Что Он Играл В Команде Я Не буду Называть Что За Команда Те Кто Знает Он Сказал Дань Меня Взяли В Команду Подписал Контракт По Ошибочной Потому Что 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 В нем Не Разглядел И Я Поиграл В Основном Суставе Небольшое Время Там К примеру Три Месяца Три Четыре А потом Меня Посадили На Банку И У Мня В Контракте Прописано Медиа Активность Медиа Активность Там Нехило То Есть Там Стримы Постоянные Там Какие Ведения Социальных Сетей И Он Просидел Семь Месяцев На Банке Стримил Не Играл За Команды Не Мог Играть И За Него Залупили Цену Чтобы Его Продать Просто Пример Даже И Он Говорит Я Не Знаю Что Мне Делают Я Не Понимаю Я Говорит Но Он Просидел Это Время Семь Месяцев У Нас Речь Идет О Двух Месяцах Даже Меньше Полтора Месяца Мы Реально Там Мы В тот Момент Мы Могли Сделать Жесткий Штраф Потому Что Ребята Реально Там Есть Было За Что Да Мы Опять Таки Я Повторюсь Они Посидели Какое То Время И Дальше Они Были Отпущены В Принципе То Есть Было Решено И Тот же Айфон Нет И Тот Айфон Там Смешная Была Ситуация Что Тоже Айфон Он Читал Что Ему Что Тоже Он Забрал Компьютер Себе Мы Думаем Реально Возможно Смеясь Со слов Отпущены Отпустены Отпустены До свободы Летите Держал В клетке Выпустены Да Тяжело Как правильно Это назвать Отпустены Я не хочу Ребят Знаете Такое ощущение Что мы Здесь Знаешь Какие-то Организации Которые Держат Рабов Каких-то Или еще Что-то Не хочется Быть В таком Положении Мы Старались Всегда Как бы По-нормалям Будем Держать Как бы По полу На привязи Не больше Слушай Ну а ты Не помнишь Когда у него Закончили Контракт Сколько Прошло То есть Он уже год Где-то В принципе Может Играть И не играет Да Он Проиграл По-моему Они играли В ашерах Они Какое-то Время Собрали Состав Ну все Мы Растались Мы Растались Они Играть В профессиональных Организациях Команд Почему Он этого Не сделал У меня вопрос Ну как бы Ты хороший вопрос Семь задаешь Ну реально Ну Подожди Мне в 2009 Году Я при Восьмом Или девятом Восьмом Я приехал Домой Перед новым Годом И 3 января Я узнал Что меня Выгнали С команды В 2008 Да С Виртус Про После чего Год Я не был Ни в одной Киберспортивной Организации Мне не платили Ни копейки Денег Зарплаты Я работал С папой Продавал Тачки Я год Тренировался Я блин Мне хотелось Тренироваться Я что Сидел Ходил Рассказывал Этот год Что Виртус Про Козлы Что Они Меня Выгнали Была Такая Организация Ну реально Такого Никогда Не было Может Где-то Там Есть Какая-то Там Была Где-то Обида Для Тот Период Но Я посчитал Что Нужно Что Нужно Подумать Чувак Как бы У него Тоже Там Были Ситуации Проблемы Но Он Пошел И Сегодня Играет В топ-5 Команды Мир Если Ты Заглянул Айван Был Год Назад В ашарах И ровно Год Уже Не Играет Да Но У меня Вопрос За Вот Эти Полтора Месяца О которых Идет Типа Речь И Вообще По Контракту Мы Ничего Не Нарушали Поним Ну У них Как бы Там Новая Команда Но Пока Недавно Собрались Я могу Ребят Сказать Что Как Вы Знаете Сейчас У Просто Нет Мэд Состава И В Бразилию Там Ее Продал Я ездил В Бразилию Дело Что Мы Отпустят Их Потом Из Бразилии И Выпустят Я хочу Скаж Что Мы Учили Все Какие То Моменты Да То Которые Хотим Построить Профессиональную Серьезную Структуру Занимаемся Этим Проделали Большую Работу И Впереди Ждут Новости Реально Как бы С опытом Уже Я думаю Что Мы Придем К тому Что Мы Работаем Сейчас Молодежью Да То есть Много Но Даже Есть Цель Сделать Профессиональный Состав Вообще По Разным Дисциплинам Я думаю Что Конечно Игроки Будут Более Внимательны По Контрактам Но Главный Как бы Ну Не главный Но Это Важный Как бы Промежуточный Инструмент Между игроком И клубом Да И Давайте Как бы Все будут Выполнять Словия Контракта И Как бы Первоочередно Да А что А понятно Что должны Быть Человеческие Договоренности Ну Вот Мы Видим Да То Что По Человечески Значит Взгляды На жизнь Взгляды На мир Они По Разному Да То есть У клуба Есть Претензии К игрокам Что Типа Ребят Вам Платят Вас Заботятся Вам Вам Там Делают Вот Это Вот Это А Если Вы Как бы Не Выполняете Контракт Вы Получаете Штрафы А И И И Это Не Нравится И И И Считают Что Им Все Должны И Мы Типа Здесь Велики Мы Здесь Главные Как Блин Вот Давайте Я Знаете Я вспоминаю Стоит Эти Кометии Какие Когда Там Сидят Саша Баранко Который Часто Или Еще Кто Типа Сюда Ко Мне Я Царь Я Босс Поэтому Лучше Переходить Контракт Тогда Каждая Сторона Защищена И Все Будут Довольны В любом случае Могу сказать Что Если Мы Кого-то Обидели Если Мы Кому-то Что-то Я лично Что-то Сделал Перешел Дорогу Я Извиняюсь Простите Пожалуйста Не судите Строго Честно Я действовал По контракту Я действовал По контракту Нет Я реально Не имел Каких-то Злых Там Действительно Никого Не хотел Обидеть Бывает Мы Оступаемся Где-то Что-то Делаем Не так В этой Жизни А Свои ошибки Надо признавать Это правда Я желаю Я желаю В любом случае Счастья вам Нет Я желаю Ребятам Всем Кто хочет Чего-то Добиться Не Оглядываться Назад И винить Кого-то А идти вперед И Как бы Не останавливаться Я считаю Что вот это Основополагающее Как бы Для достижения Успеха Хорошо Ладно С простого Чуть разобрались Что Что вы еще Можете Рассказать Слушай Ну давай Быстренько Пробежимся По каким-то Таким вещам А-ля Керриган Пейс Клан Тут самый Вопрос Вот у меня Все там На хайпе Многие Аналитики Говорят Керриган Топовый Он еще против нас С тобой играл В 1.6 Я это подтверждаю Но На протяжении Года Керриган Ничего Со спадом Команды Маус Сделать Не смог И вот Вопрос Это Это тенденция Или просто Что-то тут Не получилось А вот С опытами Фейс Клан У него Все вернется Как бы На круги Своя Ну я могу сказать Что Керриган Все равно Вот Его можно сравнить По достижениям С тем же Даней С тем же Глейвом Пусть там Глейв оторвался С Астрали За предыдущие Там годы Но По факту Это там Самые опытные Капитаны Но все равно Я считаю Что Нужно учитывать Мировые тенденции Возраст Как бы Себе Дает знать И наверное То есть Ну Это Один из самых Возрастных Капитанов Поэтому Так ли свежи Его идеи Это вопрос Ему как раз Есть что доказывать Мне кажется Это его последний шанс Потому что Фейсов Мы видели Против Нави И могу сказать Что с индивидуальной Точки зрения Они Ну практически Не уступали То есть Ну он получил Там Получит Лучший состав Опять же Да то есть До этого С фейсами Он один раз Уже взлетел Но сейчас Я не уверен Честно говоря В нем Вот все так Все так Просто говорят Что вот сейчас Он взлетит Фейсы Мы будем играть На своих позициях Ну Если бы это было Так все просто Я тоже не уверен Я вот тоже Меня тоже Как бы А какой у них Состав сейчас получается Контракты есть? Бронь Калзира Отвисты Подожди А у Кэрриган Что делать? Капитан Капитан Слушай Но Слушай Но Мне состав Это нравится Сколько Калзира 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 26 27 25 26 Поженишь Играли Вот там Дефаль Он играл За другой Состав Калзира Все перемешали Все поменяли Там уже Какой-то Когда уже было Представить Что Фалин Против Калзира То есть Такое Еще В чем Интересно Старик Фалин Блин Я просто Вот Начинали Такое ощущение Играть Вместе С этими Бразильцами По факту Как бы Они младше Так Причем Прилично То есть Мне 33 Как бы Ну Сколько 20 Чтобы ты понимал Фалин Начинал Играть Еще Против Нас 1 6 Но Он был Дороложе Нас На 3 Вода А Сейчас На 5 Стал Моложе Слушай Но Неплохо Я смотрелся Этот состав Space Неплохо Играли Ребята Но Я не знаю Как бы Маузы Который Скайреганом Мне кажется Что там Тот же Ламоч Как бы Дел Вложение Такое Большое Потому Что И тот же Крис Джи Который У нас Как Эрегана Там Не Был В те Времена Короче Когда Мауз Подожди А где Фейзак Сидел До Этого Не Давно Был В Маузах Короче Там Не Взлетел Там Не Взлетели Там Не Было Там Не Было Это Там Не Было Ламоч Я Жалю Что Когда Ламоч Был Мауз При Принципе Показывает Результат Что Там Как Бо Связка Ламоч Я имею По Выстраиванию Игры Когда Пришел Керриган Мауз Мауз Доминировали Они Сначала Полгода Тренировались Потом В конце Года Они Доминировали На ряде Чемпионатов Они Действительно Выиграли По моему Два Или три Чемпионата Они Считались Занимали Номер Один Первое Место В рейтинге Мировом То есть Это Начало Было Прошлого Года Они Были Еще Первыми В рейтинге А потом У них Пошел Спас Я думаю Что это Звездно С мотивацией Карригана Насколько Я видел Карриган Это чувак Который Терял Мотивацию Он Талантлив Безусловно Устраивает Хорошую Игру Я могу Сказать Что Ликвид Уже Показатель Ликвид Которые Еще Неплохо Показали На первых Чемпионатах С Фоллином Все У них Как-то Работало Нави Обыгрывали А сейчас Уже Практически Ничего Не смогли Противопоставить Фейс Которые Играли Вновь Че Вальв На букетный Перед Прошел Че Вальв Придумали С этими Тренерами Зачем Это Просто Очередная Хотелка От Вальв Надо Что-то Поменять Все Приедается Или Как Ну Они Всегда Выступали Против Тренеров Они Не Хотели Их Особо А тут Подвернулся Вот Вот этот Тренерский Скандал И они Как бы Поняли Что они Не могут Пофиксить Игру То есть Они Не могут Гарантировать Нарушение Точнее Отсутствие Нарушений Правил Да То есть Бак Как бы Всплыл И как бы Шестой Игрок Тренер Он Взял И палил И они Решили Ну Раз вы Такие Мы вас Вообще Уберем И все Ну Я могу Сказать Если Вряд ли Нас Валва Услышит Но С моей Точки Зрения То есть Ситуация Следующая То есть Однозначно Тренер Принимал Очень большое Участие В период Пост Карантины То есть Когда начался Карантин Когда Все игры По интернету Ну Говорить о том Что тренер Не подсказывал Не вмешивал Не принимал Участие Это неправда Но Я могу Сказать Что Контерстрайк Он То есть За этот Период Времени С моей Точки Зрения Очень сильно Прогрессировал Потому что Очень большое Количество Команд Дали Хороший Рост Поэтому Сама Сцена Она Стала Интереснее Во многом То есть Поэтому Говорить о том Что тренер Чем-то Вредил Ну То есть Ты понимаешь Мы просто Если так Оцениваем Но Никому Не было Плохо Пока Не узнали Про этот Бак Да То есть Если бы Не этот Бак То Вообще Какие Были Претензии Все Играли Все Было Отлично Бак Им Воспользовались Мне кажется Абсолютно Только Нечестные Нечисто Плотные Люди Нечисто Плотные Хорошее Слово Ну Не знаю Тут вопрос В том Как ты Со своей Совестью Договоришься Потому что Когда ты Махлюешь Тебе нужно Принять Это Многие Видишь Ты понимаешь Мы же Обсуждали Эту тему С точки Зрения Того Что Некоторые Игроки Некоторые Тренера Думали Что Все Знают Об этом Баге И Вальф Не слышат Забивают На это Хер И Все Могут Иначе Пользоваться То есть Входили Даже Такие Слухи Что Один Тренер Обсуждал С другим Тренером А то Что Ты Багом Пользуйся Да Я Там Мы уже Говорили Вальф А Может Они Думали Что Этого Не Видно Вообще Что Нельзя Будет Проверить Наверное Так И Думали Но Совесть И При Все Так Кто Ж Был Инициатором Создания Организации Так Хотелось Чтобы Просто Хотя Быти Люди Которые Ее Организовали А сами Показали Свои Лица Чтобы Мы Понимали С кем Мы Тоже Имеем Дело Кто Какие Лица Представились Объяснились Кто Есть Кто Что Как Чтобы Было Как То Прозрачно Вся Эта Ситуация Ну Потом Ну Я Не Знаю Может Телефон С этих Позвонить Как Связаться Я Ало Мишки А Это Я Уже Говорил Что Те У кого Есть Телефон Валвы Так Это Вот Они Как Раз Потому Что Очень Взаимосвязаны Их Решения Сейчас Кстати Вообще Я Наблюдаю Уже Какой То Период Времени Появляются Конторы Которые По Защите Игроков Парф Игроков По Защите Команд Открыть Свою Контору И Айвана Защитить Айвана От Себя Неплохая Затея Потому Что Сейчас Многим Игрокам Приходится Подписывать Контракты Команд Становит Все Больше Может Действительно Стоит Защитить Игроков Я Думаю Через Три Даже Может Раньше Года Два Три Года Игроки Будут Смотреть В эту Сторон Чтобы У них Были Представители Есть Агентство Оно Берет У тебя Зарплаты С контракта Какой-то Процент Пускай 5% К примеру И Они Представляют Они Могут Выбить Для тебя Лучшие Условия Могут Лучшие Контракты Потому Что Я Лично Сам Был Не раз Свидетелем Ситуации Когда Ты Играешь В команде Тебе Приходит Новый Игрок В принципе Мы Так же Делали Я Не вижу Здесь Такого Чего-то Страшного Но Одно Дело Когда Ты Берешь Игрока Платишь Ему Первое Время Небольшую Зарплату Потом Повышается Но Все равно Есть Организации Которые Понимают Что Игрока Устроит И в 10 раз Меньше Зарплата Чем Есть Сегодня Игрок Которые Есть Игрок Которые Игрок Игрок В команде Потому Что Для Этого Игрока Это Тоже Норм Это Много А Агенты Эти Не Могут Сразу Выбивать Для Него Какие То Условия Или Как Некоторые Я знаю Организации Подписывают Контракты По Пять Лет Недавно Обсуждали И В этих Контрактах Короче Игроки Ловятся На эту Удочку Скажем Так Ну И Поэтому Эти Агентские Может Быть Я Не Знаю Будет Это Работать Будет Контракт Пять Лет Это Неплохо Попал Это Неплохо Смотря Что Там Написано Можно Надеть Там Большими Буквами Написано И Бразилия Ладно Ребят Я Хотел Вас Спросить Как Вы Считаете Ситуация Которая Касается Кто Прав Симпл Или Этот Бьяли Бьяли По-моему Саняш Успокоился Саняш Уже Не так Жестко Не так Остро Общается Да Он Конечно В одно Время Было Дело Сейчас Вроде В игре В команде Не слышал Что там ФП Или Продолжает Ой Да Там На самом деле Непонятно Говорил Бьяли Что-то Про Симпл Я не говорил Не говорил Непонятно 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 Я никогда Смех И он Смех Смех Но Все Хорошо Я желаю Лучше Я надеюсь Он Практикует О других Плеер Не Я Потому что я вообще трэш. Я не желаю играть против него или с ним в том же команде. Он был огромный победителем. Посмотреть полное видео, потому что все вырезают из контекста. Вот мы тут с тобой наговорили на час, а знаешь, что тут можно повырезать? Ой-ой-ой. Когда тебе 20 лет, вот когда сейчас я захожу на стримы 20-летних долбоносов, потому что туда заходишь и там реальный трэш. Там постоянные маты, там постоянный пипец, там постоянно обсиралово, там постоянно посылания. И это всем нравится. Это тупо стиль. Это вот такой кайф. И они этим заводят аудиторию. Их смотрят сотни тысяч и кажется, что это тренд. Вот если бы мы сейчас сидели бы и давайте сделаем какой-нибудь такой подкаст или эфир. Вот реально денемся по-молодежному. Не, ну почему? И реально поведем себя вот как быдло. Нет, это не как быдло. Нет, как трендовая молодежная тусовка. Позовем сюда Ваню. Ваня об этом не скажет. Ваня говорил. А что это происходит сейчас? Да ты, бл**ть, Ваня, не рубишь фишку. То есть, понимаете, как бы, а мы, получается, да, мы должны вот следить за словами, за то, как мы говорим, что мы говорим, понимаете. То есть, как бы, это все берется, это все режется, это все, типа, вот, а вот они, я не знаю, почему так. Все равно киберспорт стремится к спорту и, я не знаю, понятно, что везде есть своя аудитория, но Саня является примером, я думаю, для очень большого количества людей. Ему просто надо это не забывать и понимать, что ты уже не можешь себе позволять, ну, чего-то лишнего. Ну, кстати, я уже тоже много раз об этом говорил, но, по-моему, Симпл еще об этом не думает. Я думаю, он к этому придет, опять же, со временем, с определенным возрастом, но пока еще нет. Ну, уже лучше все равно, чем было. Нет, лучше нам и многом, пока еще нет. После офисения такой, не, не то, пока не то. Не, опять же, а может, мы не правы, может, мы со своей колокольни старых каких-то дедов что-то там рассуждаем, как правильно, как неправильно. Политкорректность это все. Да, может, нахер она никому нужна вообще, да. Сейчас же это тоже глобальный тренд. Ну, да, вот Маргин Штерна, возьми, он рассказывает в интервью спокойно. Делаешь, что хочешь, и позарабатывай бабки, и все на это смотрят, думают, Смотри, вообще можно просто, посылай, виси, туси, пой, бухай, вообще кайфуй, и, сари, зарабатывай миллионы, вот оно. Понимаешь, молодежи, что-то как бы, этого и хочется, по сути. Реально, жизнь сразу, рай, кайф. Кому хочется там сидеть в этих институтах, учиться там, вот это все, бам-бам-бум-бам-бум. Всем хочется жить на полную катушку, Голливуд, понимаешь, это когда тебе там 17 лет, 18, ну по факту как бы. Будем закрываться, еще хотелось бы спросить вас по поводу скандала, вот этого, знаете, скандала со стикерами, что вы скажете на этот счет? Валва не следит за сценой, это очередной раз показатель того, что вообще не интересно то, что происходит вне их турнира, команда может распасться, не существовать, но в их турнире она существует, она добилась чего-то, поэтому не знаю, ну просто очередной там звоночек и как до них достучаться? У меня вот вопрос, я это предлагал еще сто лет назад, сейчас, по-моему, то ли Пим, то ли Торин, по-моему, Пим написал, почему Valve не наймут хотя бы одного сотрудника, который в теме киберспорта, да, который вот просто, не знаю, на всех подписан, за всеми следит, там все комментирует. Не будет им стоить больших. Да, это не будет им ничего стоить вообще, то есть там, не знаю, лишние 10 тысяч долларов в месяц, это типа, ну... Он просто советник, да? Да, и просто вот таких косяков не будет, хотя бы таких, то есть он просто сможет все эти острые углы, сглаживать, и казалось бы, это так все просто, да, но они почему-то этим не занимаются, и все. Непонятно, какая сейчас у нас идет ситуация, когда будет чемпионат мира, когда будет мейджор осенью, да, он 2 миллиона, где он будет? Осенью пока, по-моему, в Швеции, но это не точно. Да, в Швеции. И как вы думаете, он пройдет уже, наконец-то, вообще-то турнир? Думаю, что осенью уже, да, наконец-то пройдет, судя по тому, как людей вакцинирует в Европе, как осень, я думаю, большинство уже будет с прививкой. А вы следили, результаты дает это, потому что говорят, что вакцинация, допустим, она... В Израиле дает, да, в Израиле есть первые данные, 94 даже процента эффективность. И типа ты входишь либо в эту шестерку, либо в 94, правильно, то есть сразу. Логично. Не, ну я так для тех, кто в бункере, то не знаю, ну мало ли. Были вопросы на этот счет. Хорошо, Сеня, у тебя какие планы? Вообще, в принципе, хотелось спросить, если сделать еще подкаст такого плана и позвать каких-то гостей. Интересная такая тема, собираться, общаться. Да, супер, хорошо пообщались. Я бы еще общался, просто, потому что мы уже довольно поздно собрались, так-то мы можем, я так вижу, и говорить, и говорить. Я думаю, что к следующему подкасту я попрошу ребят, чтобы они написали, кого они хотят видеть, да, и будем звать, потому что вы очень приятные собеседники, очень интеллектуалы, скажем так. Самое приятно всегда пообщаться, посмеяться, как бы, не знаю, от вас исходит. Ты нас порадовал немножко, пошутил. От вас исходит добрая энергетика. Ребята, я, в принципе, не так часто прошу вас ставить лайки видосиком и поддерживать, проявлять какую-то активность. На самом деле, мы же для вас стараемся, мы делаем всякие новые вещи, как видите, вот у нас есть целая идея, целая такая серия подкастов. Короче, если мы набираем 30 тысяч лайков, мы просто на рандомно из вас проведем конкурс и разыграем, пожалуйста, вот эти бабах, вот эти наушники от HyperX Cloud, которые реально очень крутые. Поэтому 30 тысяч лайков минимум на это видео, мы никогда такого не делали, все зависит от вас, хотите наушники, не хотите, они выйдут на следующее видео. Следим за новостями. Субтитры сделал DimaTorzok